Несмотря на плотный график десятки встреч, вице-премьер находит время для делового разговора именно с губернатором Брянской области. Как сложился такой уровень доверия и уважения? Ответ – усиленная работа на протяжении нескольких лет. Изменился регион, появились новые предприятия, известные даже за границей. А понятие «социально ответственный бизнес» – термин последней пятилетки, который работает не на словах, а на деле. Забота об экологии тоже не просто слова. Вице-премьер Виктория Абрамченко отмечает, здесь Брянщина – один из лидеров. В рамках национального проекта «Экология» идет расчистка главной водной артерии региона – реки Дисней. В рамках второго этапа этого масштабного проекта запланировано продолжать очистку, углублять дно. Бюджет – более полумиллиарда. И к 2024 году расчистка 20 километров реки в пределах города Брянска. Зам. председателя правительства отметила на встрече с губернатором Брянской области задача, поставленная президентом перед субъектами, до 2030 года – сортировка до 100% отходов и снижение ТКО на полигонах. В Брянской области это может произойти уже к 2025 году, на пять лет раньше поставленных сроков. Также Виктория Абрамченко отметила, что тариф за коммунальные услуги по обращению с ТКО в Брянской области – один из самых низких ЦФО. Принципиальную позицию главы региона Александра Богомаза поняли руководители пищевых производств Брянщины, когда стало ясно – без современных очистных производства не будет. Так, после неоднократных инспекций и визитов Александра Богомаза лично на сырные предприятия региона очистные сооружения заработали на заводе «Умалат», «Консерв», «Сушпрод», «Брасовские сыры», «Сыр Стародубский». Без очистных предприятия просто закрыли бы. Как итог, люди теряют работу, а экологическая проблема никуда не уходит. Принципиальная позиция губернатора строительства современных очистных – сохранение экологии и рабочих мест. Яркий пример – Стародубское сырное предприятие, очистные которого, наверное, не открылись бы без пристального контроля Александра Богомаза. Прошло не одно выездное совещание, чтобы дать понять. Давайте мы все наши вот эти вот игры еще отбросим в сторону, потому что уже больше играться сложно. Не смейтесь, не прогадайте. Очистные заработали. В ближайшие два года еще шесть предприятий запустят современные системы очистки. На встрече с губернатором вице-премьер отмечает, цитата, Брянская область – пример для других в реализации государственных программ, а в области АПК – безусловный лидер. Общая площадь сельхозземель на Брянщине – почти 2 миллиона гектаров. Вводятся новые земли в оборот. Рекультивация заброшенных участков – задача, поставленная лично губернатором. 2020 год – рекордный по зерну. Намолочено 2 миллиона 226 тысяч тонн. Александр Богомаз подчеркнул, если сравнить за последние шесть лет, то производство зерна увеличено в три раза, А если брать лучшие годы советской власти, то сегодня регион производит зерна в два с половиной раза больше. В том числе за последние шесть лет в девять раз возросло производство кукурузы на зерно. По итогам 2020 года Брянская область поружайности кукурузы заняла первое место в России – более 82 центнеров с гектара. Вице-премьер похвалил регион за лидерство в производстве промышленного картофеля. Доля Брянской области в России составила 12,5%. Не первый год закупает брянский картофель Беларусь. К слову, каждая вторая пачка белорусских чипсов из брянской картошки. Производство второго хлеба в хозяйствах всех категорий – более миллиона тонн. Брянская область поружайности картофеля в хозяйствах всех категорий в 2020 году заняла первое место в ЦФО, второе место в России. Настоящий прорыв брянского сельского хозяйства – РАПС. Об урожайности этой сложной культуры докладывает губернатор Александр Богомаз еще на Всероссийском дне поля. На молот азимового РАПСа в 2021 году составил 163 тысячи тонн. Это в 26 раз больше 2017 года и почти в два раза выше уровня 2020-го, подчеркнул на встрече с вице-премьером Александр Богомаз. Средняя урожайность РАПСа вышла более 40 центнеров с гектара. Можно говорить не только о первом месте в России, но и в мире. В Англии, где в основном и растет азимовый РАПС, урожайность – 34 центнера с гектара, в Германии и Чехии – по 33. Александр Богомаз добавил, что все это, несмотря на непростые климатические условия и почвы брянщины. Репутацию передовых заработали брянские животноводы. Мы – первые в ЦФО и вторые по России, по поголовью крупного рогатого скота и производству говядины в сельхозпредприятиях. Также Виктория Абрамченко назвала брянщину лидером по доступности для жителей сезонных овощей и фруктов. Работают ярмарки выходного дня, местная продукция доступна и широко представлена на всех рынках. В этом вопросе брянщина оказалась в передовиках, на которых призвали равняться остальные регионы. Продолжение следует...